Привет! Все мы любим детективы и криминальные истории. Формат True Crime набирает миллионы просмотров на видеохостингах, а на сайтах со зрительскими оценками в топе находятся сериалы про полицейских и поиски маньяка. Чаще всего мы видим работу следователя, а за кадром остаются специалисты по телам и уликам. Как выглядит на самом деле работа криминалиста и кто может работать в правоохранительных органах? Об этом мы поговорим с начальником отделения учета геномной информации экспертно-криминалистического центра ГУ МВД Татьяной Артюшкиной. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. В сериалах криминалисты оказываются на месте преступления с небольшим чемоданчиком. Что они носят в этом кейсе? Эксперт-криминалист в первую очередь носит экипировку свою, чтобы не оставить свои следы на месте происшествия. То есть маска, перчатки, антисептический раствор, также там дактилоскопический порошок, кисть, который, собственно, обрабатывает он поверхности. Все инструменты, которые необходимы ему для изъятия объектов, для биологии. То есть перед тем, как изъять биологию, необходимо обработать все инструменты, там, спиртом, например, чтобы перекрестного контоминации у нас не произошло с одного объекта на другой объект ДНК, чтобы не перенести, например. А из чего вообще состоит процесс исследования улик? Нам предоставляют объект, улика вы его называете, мы объект, объект исследования. Сначала мы его фиксируем, в каком, собственно, виде он к нам поступил. Например, давайте представим нож. Совершено было убийство, на клинке ножа. Ничего не видим, например, да. И на рукояти ножа тоже ничего не видно, то есть никаких следов крови визуально не видно. Но при осмотре, при освещении мы видим, что там в стыке где-то какие-то такие буроватые следы, да, то есть нож помыли, например. Мы берем, устанавливаем наличие крови, то есть у нас есть определенные кассеты. Именно кассета говорит о том, что да, это кровь, да, это кровь человека. На рукояти ножа делаем смыв на установление наличия эпителиальных клеток. Смотрим под микроскопом, видим клетки эпителия. Дальше мы выделяем ДНК, то есть и из крови, и из эпителя выделяем, амплифицируем. И, собственно, потом уже у нас секвенирование, мы именно получаем генетический профиль и, собственно, кто будет обвиняемым лицом. Вот когда говорят про людей, которые занимаются трупами и уликами, используют очень много разных слов. Это и судмедэксперт, и криминалист. Это синонимы или между ними есть какая-то разница? Между ними колоссальная разница. Судмедэксперт – это специалист, который занимается установлением причины смерти именно криминальных, так скажем, трупов, которые умерли насильственной смертью. Либо суициды, либо скоропостижная смерть, которая вызывает какие-то вопросы. Криминалисты – это именно те специалисты, которые выезжают на осмотры места происшествия. Это первый человек, который появляется на месте происшествия. Он может изъять гильзы, например, какие-нибудь. Эти гильзы будут направлены в экспертный криминалистический центр экспертам, специалистам, баллистам. Если обнаружены какие-то наркотические средства, то это будет экспертам-химикам направлено. Если там будет найден окурок, сигареты, то это экспертам-биологам. А вы смотрите детективные сериалы? Нет. Я считаю, что работа есть работа, и дома надо отдыхать от детективов. Ну, я, конечно, естественно, след там когда-то в школе смотрела, пару серий. Все, что они показывают, плюс-минус. Ну, если немного фантастику убрать, то как бы отражает работу нашу. У нас очень долгий процесс, да, если вот именно вот как у нас все происходит в лаборатории. Очень долгий муторный процесс. И если бы это в сериалах показывали, то полсериала можно было бы этим заменить. Поэтому, что они показывают, достаточно, мне кажется. Больше углублений никаких не нужно. Конечно, у них, я помню, как-то раз смотрела вот в следе, наверное. То есть они ДНК получили за час, буквально или там за 15 минут. Тут же в какую-то базу внесли, и там сразу фоторобот, геопозиция человека сразу, где он находится. Такого, конечно, нет. Это фантастика. А как вы относитесь к вот этому тренду на true crime, на шоу и какие-то передачи, которые рассказывают про криминал, про преступников и так далее? Я плохо отношусь к этому. Почему? Потому что, во-первых, люди некоторые очень внушаемы. И когда они смотрят какие-то такие вот преступления, какие-то описания, и если у него нестабильная психика, то он может, грубо говоря, пойти что-то совершить. К тому же, когда я не работала в МВД, мне было как-то более спокойно. А когда всю эту картину, так скажем, видишь уже внутри, где-то подумаешь, чтобы там вечером в магазин сходить одно и все такое, ну действительно так и есть. Раньше таких страхов не было. По данным Института судебных экспертиз и криминалистики, в России сейчас 4000 судмедэкспертов и средний возраст сотрудника около 50 лет. При этом у нас выросло число убийств на 4% в 2023 году. Можно ли сказать, что у вас в сфере наблюдается дефицит сотрудников? Или это в целом рабочая ситуация? Судебных медицинских экспертов, да, 4000. Экспертов-криминалистов в МВД России у нас 18 тысяч примерно. Вот, немного другие данные, потому что совершенно разные подразделения. Но, да, действительно имеется дефицит, потому что у нас выходят новые федеральные законы, которые регламентируют обязательную государству геномную регистрацию. Раньше мы ставили на учет только осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. С 8 мая 2023 года мы ставим на учет обвиняемых подозреваемых всех. Дальше планируется также увеличение, то есть мы будем с 1 января 2025 года ставить на учет еще и административно задержанных всех. Также еще одна категория у нас, конечно же, есть. То есть это родственники без вести пропавших раньше подлежали только проверке, то есть мы проверили и назад отдали генотипах. А сейчас мы их ставим тоже на учет. Это тоже определенный массив, который нужно ввести, поэтому, ну, то есть люди нам нужны очень сильно. А зачем расширять вот эту информационно-биологическую базу? Чтобы легче было раскрывать преступления. То есть чем больше наша база, тем больше у нас будет именно совпадений. Раньше у нас, когда на учет вставали только осужденные, обвиняемые подозреваемые не вставали на учет, у нас в месяц, ну, по 3 совпадения было. Сейчас у нас по 31, по 35 совпадений в месяц только. То есть сколько происшествий, преступлений раскрывается. А может ли эксперт-криминалист ошибиться или допустить погрешность? Так как наша работа отвечает за судьбы людей, ошибка в нашем случае, она просто невозможна. Потому что мы несем ответственность, и уголовную в том числе ответственность. Поэтому это недопустимо. И 20 раз все перепроверяется, прежде чем выдать заключение. Почему вы выбрали работу эксперт-криминалист? Меня всегда привлекала работа правоохранительных органов. То есть мне нравилась работа МВД, армия и все в этом роде. То есть достаточно интересно помогать людям. Но при этом, при всем, у меня образование биологическое. Я хотела работать в какой-нибудь лаборатории, а тут получается совмещение. Когда я устраивалась на работу, я так и сказала нашему начальнику экспертно-криминалистического центра, что одно-второе соединить, и будет просто прекрасная работа. Ну, собственно, так и получилось. Когда работа эксперта-биолога становится рутиной? Именно эксперта-биолога, мне кажется, никогда не становится рутиной. Это единственное, что возможно, когда оформление идет бумажное. То есть вот все, ты провел исследование, и тебе нужно оформить это только. И то бывают такие ситуации, даже вот через 9 лет моей службы, бывают мутации какие-то в генах, и ты думаешь, как это писать. Спрашиваешь у коллег, которые работали раньше, дольше. И у них такого опыта нет. То есть это очень интересная работа, и не могу назвать ее рутиной. Что самое сложное в работе эксперта-криминалистов? Я отвечу, что самое сложное для эксперта-биолога. Непосредственно работа с неопознанными трупами для многих экспертов является как бы немного сложной в плане эмоциональном, потому что трупы бывают в разных состояниях, которые лежали полгода и три месяца. И это видоизменение их, и запах. Это является, наверное, самым таким неприятным в нашей работе, единственное, так скажем. Как такая работа сказывается на повседневной жизни? Особо никак, если абстрагироваться и не думать о том, что происходит. У нас семья, так скажем, вся такая военная. Муж у меня МЧС, и тоже если он будет переносить все, что у него происходит на работе домой, и я буду приносить это же, то ничего хорошего не получится. Поэтому надо уметь абстрагироваться и работу оставлять на работе. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей лаборатории, чем вы занимаетесь. У нас есть три направления. Первое – это исследование ДНК человека, исследование волос человека и животных. И третье – это помощь в установлении личности неопознанных трупов. Можете рассказать подробнее про эти направления? Исследование ДНК. На месте происшествия, когда выезжает специалист, он изымает объекты, которые либо оставил преступник, либо которые он мог трогать. На этих объектах мы устанавливаем наличие биологических жидкостей и сравниваем ДНК, полученные на объекте, и ДНК подозреваемого, обвиняемого в лица. Волосы человека также на месте происшествия оставляет преступник. Мы их изучаем по макро- и микроморфологическим признакам. Также можно по волосам тоже делать ДНК, если имеется луковица. Исследование волос животных – это в основном браконьерство либо жестокое обращение с животными. И последнее наше направление – это помощь в установлении личности трупов. Самый дешевый – это дактилоскопирование неустановленного трупа. Если у нас непригодные руки, кисти для дактилоскопирования без каких-то дополнительных методик, то тогда эксперты морга отчленяют нам кисти и предоставляют на исследование. Что мы делаем? Мы восстанавливаем папиллярные узоры. Если уже произошло скелетирование трупа, и невозможно руки от дактилоскопировать просто, не с применением каких-либо методик, остается только ДНК. То есть мы можем из костей выделить ДНК-профиль, и оперуполномоченные предоставляют нам образцы буквального эпителия родственников. И тогда мы по ДНК-исследованию можем сказать, имеется ли родство по типу родителей ребенок между данными лицами. А насколько вообще тяжело попасть в правоохранительные органы? Нелегко, так скажем. Самое основное должно быть здоровье, выносливость. То есть там идет у нас военно-врачебная комиссия, и кандидат должен подходить для службы в органах внутренних дел. После этого также сдаются нормативы, физическая подготовка, психологическая тоже. То есть мы проходим полиграф, кучу всяких разных тестирований, то есть ваше эмоциональное состояние смотрится, склонны ли вы к суициду, были вы замешаны в распространении наркотиков, и все в этом роде. Также у нас допускается три административных правонарушения. Например, превысили бы скорость три раза, допустимо. Четыре нет. Когда человек к нам уже, собственно, все эти этапы проходит, на стажировке мы еще и определяем, подходит нам этот человек или нет. А вам было тяжело пройти вот эту вот всю процедуру поступления в органы? Я была так сильно заряжена, что у меня так это все быстро получилось. После университета, когда просто было место, оно буквально освободилось перед моим звонком за несколько дней. Мне просто повезло. Поэтому у меня не было вообще никаких сложностей. Я все быстро прошла. Главное – желание. Если человек будет тянуть от одного, грубо говоря, анализа к другому, чтобы сдать что-то на ВВК, пройти, то, конечно, это все затянется, это все будет муторно. А какие преимущества работы в МВД? Возможно, есть какие-то льготы? На самом деле у нас много льгот, начиная с того, что у нас в отпуске оплачивают проезд к месту проведения отпуска сотруднику и еще и члену семьи. Также у нас огромные отпуска почти по два месяца. Как у военных, там 13-я зарплата. У нас также есть премии в конце года. Если хорошо поработаешь, то и премия очень будет хорошая. То есть, ну, льгот много. Компенсация жилья за аренду, например. А работают ли у вас выпускники НГУ? Да, у нас работает выпускница факультета естественных наук, начальник нашего отдела. А выпускников каких факультетов вы в целом ждете? Мы ждем выпускников биологических факультетов. Также нам подходит ветеринарное образование, медицинское образование. Собственно, у кого достаточно часов биологии в дипломе, возможно, у химиков, там надо смотреть количество часов, могут к нам подойти. Юристы и гуманитарии вам нужны? Да. Вот экспертом-криминалистом, который выезжает на осмотр места происшествия, может стать кандидат с любым образованием высшим. Даже журналист? Да, даже журналист. Там происходит обучение, собственно. Вы получаете допуск осмотра места происшествия. То есть, если даже у вас никаких знаний в этом направлении нет, то вас всему научат. Главное просто, чтобы у вас было высшее образование и желание. А есть ли какое-то ограничение по числу рабочих мест? В данный момент у нас очень много, так скажем, вакантных должностей. И с учетом того, что вот именно в нашем подразделении, в нашем отделе нам выделили 6 ставок. Как с 1 января вновь ведут новую категорию лиц административно задержанных, нам, скорее всего, еще штавт расширят. И также нам начальник идет на встречу, и нам разрешили брать еще людей. Даже если у нас наши ставки закончатся, вакантные, то можно взять на места других отделов. И, собственно, потом, когда нам выделят, их перевести туда. А есть ли у вас программа сотрудничества с университетом? Да, да. Практику можно проходить у нас. А как туда попасть? Нужен рапорт, запрос на прохождение практики, потом договор заключаем. Ну, собственно, вот сейчас от нас только студенты ушли. Они юристы, но распределили по всему УКЦ, во все отделы. И они были в восторге именно от биологии. Им очень понравилось. Но, конечно, они сказали, мы, конечно, не будем учиться еще 5 лет на биолога, чтобы к вам прийти. Ну, а если бы, собственно, к нам пришли биологи, я думаю, что у нас было бы чем их заинтересовать. Но помимо практики вы еще проводите экскурсии для студентов, да? Да, проводим экскурсии для студентов. Осуществляли выезд уже к вам в университет. Собирали аудитории, рассказывали про наши исследования. Приезжали студенты к нам. Мы проводили экскурсии. Даже они участвовали у нас в экспертизе. Смотрели, как это все эксперт делает. Мы их полностью экипировали, выдали халаты. Они зашли к нам в лабораторию. Все, собственно, увидели своими глазами. Микроскоп посмотрели. В общем, старались все показать, чтобы заинтересовать их. Почему для вас важно вот такое непосредственное общение со студентами и, возможно, со своими будущими сотрудниками? Во-первых, когда студент читает объявление на доске где-нибудь о том, что требуется сотруднику, он в основном не понимает, о чем идет речь, работа. Но именно зажечь студента своим каким-то желанием, стремлением можно только лично. Когда он приезжает к нам, и мы показываем, что мы делаем, как мы делаем, как мы любим свою работу, он смотрит на это все. Ему хочется здесь работать. Студенты, у них, так скажем, впечатление меняется после нашей экскурсии. Просто, когда мы рассказали даже в лекционном зале, и когда они все это увидели. Ну, собственно, после экскурсии у нас были кандидаты, которые сейчас проходят после экскурсии. Уже вот четыре человека у нас устраиваются в данный момент. А как выглядит идеальный кандидат на место в экспертно-криминалистическом центре? Скрупулезный, целеустремленный, психически устойчивый, стрессоустойчивый. У него должно быть желание докопаться до какой-то истины. То есть если что-то не получилось, не просто там сделать, ну, не получилось, да, написать заключение, а еще раз попробовать, еще раз. То есть работа именно должна быть на результат. У меня вот была ситуация, когда я переделывала образец крови просто раз 15. И на 16-й он у меня получился просто. Хотя я могла бы на третьем остановиться. Ну и завершающий вопрос. Дайте, пожалуйста, три совета студенту о том, как сделать хорошую карьеру. Если вы поставили какую-то цель перед собой, к ней надо обязательно стремиться. То есть не просто перед какой-то там трудностью спасать, а именно стремиться к тому, что вы действительно желаете. Если есть цели, есть стремление, упорство, то у вас все получится в любом направлении деятельности. Спасибо вам, Татьяна. И вам спасибо. Это был подкаст «Среда для карьеры». Следите за выходом новых выпусков, чтобы узнавать больше нового об уже известных вам профессиях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok